Многие девушки, чтобы подчеркнуть свою красоту, пользуются услугами клиник и салонов красоты, а некоторые из них и вовсе решаются полностью изменить свой внешний вид, прибегая к помощи пластических хирургов. Какие операции пользуются наибольшим спросом у прекрасной половины человечества, узнавал Дмитрий Тымыров. Если еще вчера слова о пластической операции вызывали у жителей Якутии, да и страны в целом только страх, то сегодня отношение к пластике изменилось в корне. Услугами пластических хирургов давно пользуются популярные артисты и медийные лица. И все чаще простое население. В первую очередь представительницы прекрасного пола. С каждым годом пластическая хирургия набирает обороты, можно сказать, да, растет спрос на операции. Впрочем, далеко не все одобряют хирургическое вмешательство в природу человека. Очень полугадно же все. Я не одобряю это дело. Ну, страшно. Последствия всякие могут быть. Кому надо, пускай, делай. Кто-то приезжает, конечно. Человек хочет быть красивым. Почему бы и нет? Это не так уж и плохо. В основном за помощью к хирургам предсказуемо обращаются женщины. Но все чаще этот список пополняет и сильная половина человечества. В целом пациенты в Якутске в первую очередь корректируют формы глаз, носа, ушей. Затем идут операции по увеличению груди, коррекции ног, липосакции. И замыкает список увеличений форм ягодиц. Люди, скажем так, постарше, они уже, помимо блефоропластики, блефоропластика вообще основная операция. Вот. Они начинают уже обращать внимание на, скажем так, возрастное увядание тканей лица. Ну, а что касается операции на теле, то это мамопластика, абдоминопластика. Здесь, в общем-то, возрастной контингент не ограничен. К слову, одна операция по увеличению груди сегодня стоит 200 тысяч рублей. Один имплант обойдется вам в 60, а два импланта уже в 120 тысяч. Остальные 80 идут на наркоз и на другие расходные материалы, а также на медицинское сопровождение до и после операционный период. Блефоропластика у нас стоит от 23 тысяч, европизация 25 тысяч стоит у нас. Иринопластика уже идет подороже, потому что уже входит стоимость наркоз. Где-то начинается от 50 тысяч. Иринопластика, фейслифтинг у нас начинается от 70 тысяч до 90 тысяч, можно доходить. И абдоминопластика у нас стоит от 70 тысяч. А вот в случае, если клиент все-таки остался недоволен результатом работы пластического хирурга или у него появились какие-то осложнения после операции, то необходимо обратиться с жалобами в Росздравнадзор по республике. Именно здесь принимают жалобы население в отношении медицинских учреждений. В 2007 году в одной из клиник республики была проведена операция введения незарегистрированного препарата Космогель. После чего женщина получила большие увечья, практически стала инвалидкой. Абсессы там и так далее, и так далее. И я вот хотел бы сказать, что обязательно должны быть те импланты и так далее, и так далее, то, что вводится, имплантируется, все должно иметь регистрационное удовлетворение Росздравнадзора по Российской Федерации. И в случае, если, допустим, какие-то нарушения и так далее, почувствовали пациенты, женщины и так далее, то они должны обратиться к нам в Росздравнадзор. А тем временем пластическая хирургия, может быть, будет включена в систему ОМС. В настоящее время документы находятся на согласовании в Министерстве здравоохранения страны. Однако хочется напомнить народную мудрость. Семь раз отмерь, один раз отрежь. И уж тем более, когда речь идет о собственном теле. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Якутск.